Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео посмотрим бой, который скинули в комментариях у меня под видео. И в этом бою в принципе все как всегда. В своем огороде не видно и метеорита, а вот в чьем-то другом огороде даже песчинку заметно, правильно? Ведь можно же набить кучу боев картошки, иметь 50% побед и при этом всем направо и налево указывать что делать, но за собой не замечать вообще ничего. Ни ошибок, ничего. Просто играешь и думаешь, что ты во всем прав, а все вокруг виноваты. Чисто такой вот Д'Артаньян и все вокруг авноеды. Вот наш Т-92 приехал в ущелье. В ущелье светить танки, которые будут светиться и так, потому что тут всего лишь 2,5 клеточки и все, кто будут выезжать, они сами будут светиться. Зачем их здесь светить, я вообще не понимаю. Тем более у нас арта поехала на центр, а нас сюда кидать не будет, поэтому вдали кого-то светить некому, никто туда стрелять не будет. У нас основная движуха сейчас происходит в городе. Нашим танкам тяжело доехать до города, поэтому можно было бы там помогать. Также мы еще очень близко к врагам стоим и ждем, когда засветимся. Спокойно могли здесь уже и сдохнуть, но повезло, никто не попал. Итак, стоим мы здесь впритык куча тяжей, которые бы сейчас засветились от ПТшек. Что мы сделали полезного в этом бою? Ни-че-го. Тут везет, что опять в нас плохо стреляют и только сейчас мы получаем урон, хотя мы уже могли сдохнуть несколько раз. Смысла нашего нахождения здесь тоже ноль. И в принципе все. Но уже практически половину хп мы слили. Еще через время получим еще тычку и будем благополучно шотные кататься. Опять здесь стоим, выцеливаем долго в свету, подставляемся. Непонятно вообще, что это такое и зачем. Пользы нашей команде ноль. Себе пользы тоже ноль. Не понимаю вообще, что здесь делать на ЛТ. Сейчас в городе идет такая вот заруба, туда наши союзники въезжают. Центр нужно подсвечивать или в городе помогать. Мы стоим в ущелье на ЛТшке, смотрим к тяжам в глаза. При этом просто нанесли 400 урона и добрали фраг. Это какая-то польза в этом есть. Ну, в принципе не особо. Потому что вернулась арта и она и сама может здесь пострелять, подобивать. ПТшки стоят. Здесь в принципе танков достаточно уже все вернулись. Да и в принципе если ущелье бросили, ничего страшного, можно с города прикрывать базу, сбивать и так далее. Тем более, что на А5 на А6 можно спокойно с куста базу подсвечивать. Но мы слили уже практически все хп и при этом мы ничего не сделали. Пользы здесь вообще никакой. Я сколько играю в World of Tanks, я и вообще не понимаю, почему ЛТ едут в ущелье и что они здесь делают. Тупо никакой пользы. Танки, которые сейчас светятся, они бы засветились и без нас. И сдохли бы они тут и без нас. Ничего бы не произошло, ничего бы не поменялось, кроме только одного. То, что мы здесь ничего не сделали, уже почти сдохли. И в тот момент, когда идет у нас раж города, у нас вазик выполняет роль ЛТшки, наверное. И в городе тоже на один танк меньше. Мы могли бы намного больше сделать, если бы поехали туда и помогали. Здесь зачем-то очередная ошибка. Мы валим это дерево, которое не даст нам ничего. И опять получаем тычку, остается 69 хп. Чуть-чуть бы альфа прошла больше и все. Я вообще не понимаю, игра человека, который сейчас играет на Т-92, тупо отвратительная. И сейчас самая крупная ошибка. Если до этого мы просто ошибались технически, находясь на этом месте, просто по скиллу своему мы ошибались. Ну, игрок этот ошибался. То сейчас на карте происходит уже тактическая ошибка. Мы видим, что наш город, союзники продавили, ну точнее город, наши союзники продавили и уже едут в атаку. На центре есть вазик. И нужно помогать нашей команде в атаке. Это нужно либо в городе делать, помогая, заезжая в спины, когда враги отвлечены, если есть возможность. Либо нужно ехать на центр, подсвечивать отсюда и накидывать по засвету тех, кто давит в городе. Но мы сейчас стоим и ни черта не делаем, и никакой пользы не приносим. Тем более сейчас еще на центре сдохнет вазик. Или уедет, я уже не помню. Что нам будет сразу сигнализировать о том, что у нас центр становится пустой. И там нужно быть точно кому-нибудь, чтобы светить и накидывать по засвету в город. Но мы здесь сидим и ничего не приносим своей команде и себе. Мы просто слили кучу ФП ради 600 урона. А 1300 засвета они были бы и без нас. Они были бы и без нас. Сейчас вазик умер на центре, нам уже надо быть там. Мы уже должны ехать по центральной кишке, подсвечивать, накидывать сушки в жопу, подсвечивать базу. Но мы стоим здесь и ничего не делаем, светим Паттона, который тут вообще ничего не решает. Он тут есть и есть. И сейчас начнется в чатике срач. Что Е50 не поехал, не убил Паттона. А я тут стою в чатике, пишу кому что делать. Дружище, да ты сам весь бой-то ничего не делал. Ты просто здесь постоял, кучу раз поошибался технически, ошибся тактически и стоял, просто ничего не делая, писюльки в чат писал. Типа в чём прикол? Если у тебя 62 тысячи боев, 52% побед, это что, означает, что ты чего-то достиг какого-то уровня, что можешь всем тыкать кому что делать в бою? Что я вообще не понимаю. Сейчас уже очень продолжительное время, на центре, на кишке, возле воды нету наших союзников, нету нашей ЛТшки, которая должна там светить. Борж у нас выезжает вперёд и сливается Паттона. В принципе, непонятно вообще, чё. Е50, который стоит сзади, да, он весь бой ничего не делал, он фуловый. Ну и что? Ну мы-то тоже ничего не делали. Мы тоже ничего весь бой не делали. Если мы делали видимость игры, это не значит, что надо напрягать какого-то другого чела в чатике. Это его проблема, что он ничего не делал. У нас свой бой, нам нужно отыгрывать свои тактики, свои действия. Нам нужно делать всё это самому. Вместо этого мы останавливаемся писюльки пописать. Вот было бы весело, если бы сейчас кто-то выехал бы тебе в затыль, ну как пизданул, чтоб ты сдох. И всё. В чём тут прикол, я не понимаю. Так много танкистов, которые наиграли кучу боёв и чё-то начинают себе выброжать. Немножко приспуститесь на землю, вы ничего не добились и играете сами вообще никак. Вот уровень этого игрока на Т-92 ничем не отличается уровня игрока на Е-50, которого он обсирает весь бой. Ничем не отличается. Только тот чел вообще ничего не делает, не умирает и не стреляет, просто катается по карте. Наш чувачок не просто катается по карте, он ещё и умирает. Теперь он едет вперёд подсвечивать. Когда уже вся команда в городе сдохла, уже здесь некому накидывать спину, никто ему не светит. И ему здесь шотному, скорее всего, будет смерть. Почему? Потому что ему надо будет прям впритык выезжать, чтобы что-то увидеть. Здесь засвечивается ЛТТБ. Вперёд ехать нельзя. Момент, когда в него можно было стрельнуть, мы пропустили. Просто стояли и смотрели, как он проезжает мимо. Впереди него, скорее всего, никого нету слева. А вот справа все остальные стоят на базе. Ехать вперёд вообще нельзя, потому что мы сразу будем в прицеле врага. Все враги сейчас стоят на базе и смотрят в сторону города. Это очевидно. Светить особо некому, потому что наши чуваки очень далеко. Нам остаётся только стоять. И желательно было бы ещё и развернуться в другую сторону. Когда враги выйдут, если сюда они вылезут. Это, конечно, будет ошибка. Но если они сюда вылезут, нам надо будет сразу отъехать назад в ямку. У нас арта зачем-то поехала в ущелье. Она должна поехать сейчас в город. Потому что там в ущелье нет союзников. И она сейчас умрёт. Наши чуваки почему-то стоят в городе. Это всё происходит, потому что нету в бою людей, которые осмысленно понимают, что нужно делать. И когда все хаотические ездят туда-сюда и творят дичь, то такие бои и происходят. Союзники, они тоже-то глупенькие. И они тоже теряются. Они занимаются полной фигнёй, потому что нету почти никого в бою, кто осмысленно хоть что-то вменяемое делает. И наш чел едет просто вперёд. Он очередной раз почему-то сильно внимания уделяет много каким-то сраным кустам. В ущелье он завалил дерево впритык, которое находится перед тяжами. Видимо, думая, что дерево ему поможет на 50 метрах. Здесь он опять лезет в кустик, в каких-то скользких камнях. Очень легко здесь можно упасть. Чё он тут делает, вообще непонятно. Он не понимает, что если тут танк выезжает, он сразу мёртвый. Чем он занимается? Это у человека 60 тысяч боёв. Он вообще странный. Что это такое? И он ещё себе позволяет кому-то чё-то в бою рассказывать, кто что делал, кто чё не делал. Я бы на месте такого игрока вообще выключил бы чат, никогда в жизни никому ничего не писал бы. Потому что тупо не достоин вообще. Тупо не достоин. Он 60 тысяч боёв сливал бои и чё-то кому-то рассказывает. Типа 52% это достижение. С такой игрой это просто позор. Лично для меня было бы. Если вам такая игра, это типа уровень, то, ну, печальный уровень, конечно. Спасибо Еписи, хули эту базу светить. Да, спасибо Еписи. Я, конечно, вообще поражаюсь этим игрокам в танчики, которые просто сами ничего весь бой не делали, но при этом кто-то у них виноват. И потом ещё, когда этот челик сдохнет, он будет говорить, давайте кинем жалобу на Е50. Но посмотрите, какой билибердой занимается наш Удис. Точнее наш Т-192. Блин, увидел внизу Удис, сказал Удис. Он просто сдох. Ну, хотя бы ЛТшка вражеская вылезла, тоже сдохла, но... Это полная бредятина, честно скажу. Это позор. Просто позорище. Так играть и умудряться кому-то что-то доказывать. Если вам уже надоела игра, ну бросьте, не играйте, всё. Реально. Видно, что этому челику уровень игры уже чё-то не хочет подниматься, потому что 60к боёв и играть на жёлтенький ВН-8 52% и думать, что чё-то достиг, но ничего ты, дружище, не достиг. И скидывать мне такие реплеи и писать, типа, вот Е50 какой-то там мудак. Друг, ты сам мудак. Не потому, что ты сыграл плохо, а потому что ты мешаешь в чатике, в бою с союзником играть, отвлекаешь Е50 и сам не играешь. То, что ты слабо играешь, это твои проблемы, твой уровень. Хочешь так играть, играй. Но то, что ты ведёшь себя как скотина, это, конечно, не очень. Обсирая кого-то там в чате, потому что он там как-то так не так сыграл. Если ты сам вообще ни черта не сделал, чё ты лезешь к людям, я вообще не понимаю. Да, горит жопа, когда союзники делают дичь, но мешать им играть ещё, мало того, что они и так плохо сыграли, ещё больше им мешать. В чём смысл? И при этом, когда ты мешаешь им, ты ещё и сам перестаёшь нормально играть. У меня, конечно, нереально горит жопа, когда я вижу, как на Ласвилле ЛТ едет в ущелье. Я сразу понимаю, что это кретин. А когда чел начинает в чатике кому-то что-то там выписывать, я вдвойне понимаю, что это кретин. В чате, в картошке вообще нет смысла никому ничего писать, тем более, что там кто-то плохо, неплохо. Пока ты пишешь, ты сам можешь тысячу раз слиться. И в ущелье тебе в затыле, ну так хорошо могло прилететь, что просто забей. Вот почему не хочется играть в картошку. Вот из-за вот таких вот боёв, которые этот бой, по сути, сделал весь Т-92. Вот наш Т-92, который скинул реплей, он во всём виноват. Во всём этом бою. И он развёл тут говно какое-то в чате, что там много людей уже пишет в конце боя, говно всякое. И он не посвятил на центре, когда команда атаковала город. И он поехал в то место, где ЛТ вообще нечего делать. ЛТ это глаза команды. А в этом бою ЛТ это жопа команды. Которая срёт на правое и на левое, засирает весь чат, что люди там просто уже начинают агриться друг на друга. Из-за этого не хочется заходить в эту игру, потому что такие вот игроки понаиграли кучу боёв и начинают себе что-то выброжать. Вместо того, чтобы просто играть, а в чатике просто общаться. Но в этой игре чатик только для одного нужен, чтобы обсирать друг друга. Спасибо, что смотрели. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока.